И вот эту всю работу должна была сделать организация. То есть они возлагают на меня обязательства, которые должны были делать сами. Участок земли в деревне Вичелово. Ольга и Вадим – его арендаторы. Еще в прошлом году они установили здесь будку в качестве временного сооружения и до сих пор не могут подключить ее к электричеству. Мешает предприятие, которое должно осуществить подключение. Обзвонив кучу инстанций, Ольга и Вадим, наконец, обратились в передачу «Коммунальная история». Ольга верит. Редакция «Коммунальных историй» поможет решить проблему. Ее вера не безосновательна. Ведь во многих проблемах рабочая группа проекта уже помогла разобраться. Кому-то вернулась тепло и горячая вода, кого-то перестали обчитывать управляющие компании. Каждый выпуск «Коммунальных историй» – это полноценное журналистское расследование. Желание задать как можно больше вопросов, найти как можно больше ответов, стремление добраться до самой сути – это отличительная черта участников проекта. Всех без исключения. Несмотря на то, что в кадре фигурирует, как правило, журналист, но на самом деле работает она понимать не только его, потому что свои усилия в создании этого проекта вкладывают и оператор, и монтажер. И без усилий этих людей, в принципе, проект не был бы таким красочным, не был бы таким красивым, не был бы таким достоверным, в конце концов, не был бы таким наглядным и интересным. Коммунальная история интересна и своей формой. Это передача – смесь живого репортажа с сериалом. Здесь есть место и импровизации, и постановки. Алло? Кать, жильцы крайне недовольны работой своей управляющей компанией. То они дают одни объяснения, то другие, то сломана в бойлере одна секция, то три. Может быть, нам обратиться к юристам? Сейчас «Коммунальная история» – это раскрученный проект. Простые жители передачу любят, нерадивые коммунальщики боятся. В проекте заинтересованы на уровне области. По мнению редактора Екатерины Машковской, необходимость в такой программе назрела очень давно. Каждый день к нам в редакцию звонит множество людей с одними и теми же похожими проблемами. Где-то течет крыша, где-то не могут найти общего языка с коммунальщиками. И в рамках новостейного короткого сюжета нет возможности объяснить какую-то большую серьезную проблему. И появилась идея создать отдельную программу. Всем участникам проекта интересно то, чем они занимаются. Разбираться в ситуации, выводить мошенников на чистую воду и помогать людям. Однако, если вдруг необходимость к передаче пропадет, рабочая группа коммунальных историй будет только рада. Ведь это и есть конечная цель проекта. Ну, а пока до этого еще далеко. И участники проекта снимают новый выпуск «Коммунальных историй». Он выйдет в эфир 27 февраля, как обычно, в 2015.